Мир вашему дому. Судя по звездам и давлению, сегодня самый благоприятный вечер, чтобы проводить анализ чужой деятельности. Вот сами посудите, как бы вы смотрели видео, в котором вот такой вот красивый, талантливый, молодой парень зачитывает какие-то статьи из закона и приводит какие-нибудь примеры судебных решений. Скукотища страшная. Именно поэтому я сделал вот такой формат. Я представляюсь несведущим потребителем и записываю реакцию юристов, которые погружаются в собственную гордыню и городят всякую херню. Я не призываю вас ненавидеть героя вот этого вот ролика. Также я не делаю разборок, кто круче, а кто хуже. Не старайтесь оправдать его или убедить меня, что он святой. Я уже сделал все свои выводы и делюсь этими выводами с вами. Напомню, что было в предыдущем ролике. Мы пытались пообщаться на юридические темы с компанией Ярдрей. Оказывается, в компании Ярдрей сделать это очень трудно. Как все это было, можете посмотреть вот тут. Ну а сегодня продолжение вот этого ролика. И сегодня мы будем общаться с руководителем, с основателем этой самой компании Ярдрей Андреем Подшиваловым. Я заплатил за консультацию 5000 рублей. Вот копия платежки, значит, ознакомьтесь. Что входит в эту консультацию и каков ее результат, мне не сообщили. Сказали, что за эти деньги со мной проведут какую-то устную беседу. Ну и могут посмотреть мой ДДУ. Договор на покупку квартиры. Никаких претензий или правовых анализов по итогу на листке бумаги мне не дадут. Вообще на таком вот прекрасном микрофоне очень плохо слышны шумы. Поэтому если вы услышите какие-то странные шумы и подумаете, что Андрей проводит свою консультацию, сидя в машине. Да, так оно и есть. Андрей Подшивалов ехал в своей машине по своим каким-то делам и заодно давал мне консультацию за деньги. Мне, конечно, это неприятно, но ни с этим фактом, ни с какими-то другими проблемными моментами я не буду разбираться. Итак, после долгих разборок с компанией Ярдрей, мне позвонили 7 июля примерно в 19 часов вечера. И это оказался лично Андрей Подшивалов. Алло, облакат? Ну ты подписался? Алло, алло. Да, добрый вечер. Да, здравствуйте. А это Андрей, да? Да, да. Ага. Вот я просто сейчас перевел денежку. Надо платежку перекинуть, да, вам? Нет, нет, я видел, все пришло. От Анастасии, да? Да. Все, благодарю, все хорошо. Да, скажите, пожалуйста, какое-то время у нас ограничено или нет? Мне надо коротко вопросы задавать или... Я надеюсь, что и две часа, как бы, но так предел сразу не ограничен. В этом моменте, побоясь, что я буду каким-то сверхназойливым, навязчивым, я сразу уточнил, сколько у меня есть времени. Андрей же не уточнил, в течение какого времени будет проходить консультация. А вот в предыдущем ролике, вот здесь вот можете его найти, там есть комментарии. И вот в этих комментариях Андрей неоднократно бил по эмоциям простых читателей и утверждал, что он целых 40 минут меня консультировал. Это называется манипуляция чувствами и эмоциями зрителя. Обычно человек увидит сообщение Андрея и побежит меня хейтить. Камяк, ты что, про срочки наелся? Тебе человек целых 40 минут все объяснял, а ты еще чем-то недоволен? Поэтому сразу сообщу. Разговор был не 40 минут, а 24 минуты примерно. Просто, скорее всего, Андрей ехал с работы до дома минут 40. И решил сам себе, что всю эту дорогу он посвятил мне. Ну и за то, что они обманули меня со временем, они, конечно же, не извинялись. Они тупо оправдывались и врали. А еще я выполнил требования Андрея, которые он писал в своих комментариях, и закрепил ссылочку на Яндекс.Диск. Там вы найдете весь наш диалог, который длился 20 с лишним минут, без какого-то моего вмешательства. Значит, ЖК Римский квартал. Вот, и они там немножко просрочили меня, вот. Но 18 июля, получается, я пойду на прием. Прошу ли я, извиняюсь, спрошу, что, сдачу объекта? Да, да. Ну, наверное, скорее всего так, потому что там написано 31 апреля. Ну все, 18 я пойду, и мне просто нужно знать, что, как, возможно, сделать это на самом выгодном таким образом. Потому что они такие, конечно, этот, и кровь сворачивали. Смотрите внимательно, смотрите на акт прием-передачи квартиры. Если у вас есть какие-то замечания, то вы обязательно их указываете в этом акте, а не так, что там претензий не имею, если там что-нибудь такое написано, то есть такого не должно быть. В крайнем случае, одновременно вместе с актом нужно заявить требование о устранении тех недостатков, которые вы обнаружили на приемке помещения. В идеале, конечно, эту операцию совершать вместе с техническим специалистом, который там все осмотрит и все эти недостатки выявит. Но в самом крайнем случае можно принять самостоятельно, а потом вызвать этого специалиста, чтобы он выявил недостатки, и по указанным недостаткам можно претензию предъявить. Дальше, соответственно, с точки зрения закона, как это все считается, если есть какие-то очевидные недостатки, которые могли быть выявлены при обычном способе приемки, то есть без специалиста, вы правильно на них ссылаться, только если вы их заметили прямо при приемке. Ну что это может быть очевидно? Там стекло разбито, какая-то там царапина огромная на стене, но грубо говоря, то, что вы можете глазом увидеть. Вот, вот потом, если вы не укажете эти недостатки, вы не вправе будете ссылаться на них. А ссылаться в каком плане? В плане претензий. Ну, условно, вы приняли квартиру с выбито окном, а потом обнаружили это через день, такие, ой, блин, окно выбито, надо претензию написать. Вот вы не сможете ее написать, потому что уже неправе ссылаться на такие недостатки. Но, что касается скрытых недостатков, то есть, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки, вы в отношении этих недостатков все равно вправе ссылаться. Что это такое может быть? Ну, условно, вот пригласите специалиста, который там сайдет дверью с тепловизором, посмотрит, там, допустим, щель, найдет какой-то щель в стене, откуда там с улицы дует холод. Вот, естественно, обычный человек без специального оборудования, без специального познания, это просто не в состоянии увидеть. Вот, естественно, такие недостатки вы можете требовать устранить и после приемки объекта. То есть, если вот действительно, если я какие-то, ну, у меня там, я не знаю, дверь кривая, там, я не знаю, прям мятина в двери, я не заметил, то все никак потом? Да, да, к сожалению. Блин, хорошо, а если, ну, я так понимаю, что лучше? Ну, значит, надо быть очевидными, вот, прям очевидными для не специалистов. Очевидными, ага. Ага. Да, ну, то есть, если там дверь кривая, вы потом в суде, в принципе, можете говорить, ну, я не специалист там по этому, по кривизне дверей, да, у меня нет там уровня, нет специального инструмента, глазом я это не увидел. Что касается разбитого стекла, конечно, это будет сложно доказать, да, то есть, вы, ну, у вас в стекле там дыра, тут мне не нужно никаких приборов, это каждому человеку очевидно. Да, касательно двери, наверное, все-таки можно там про какую-то позицию выбрать судей по спорту. Вы видели мою реакцию на его слова. Чтобы сказать вот эти вот все фразы, я так думаю, он взял суть из статьи 720 ГК РФ. Пункт 3. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки. Чтобы долго и подробно вам не объяснять все спорные моменты, скажу вам коротко и ясное. Кроме этой статьи, акта прямопередачи и договора на покупку квартиры, есть еще и гарантия. Гарантия установлена и законом, и самим договором. Она никуда не может деться. И застройщик освобождается от ответственности, только если докажет, что вот эти все недостатки были сделаны, например, дольщиком. Ну и самое главное, у обычного покупателя, у дольщика, у собственника квартиры нет специальных познаний. Простой человек даже не знает, что есть недостаток, что есть отклонение от строительных норм и так далее. И вот в этом разговоре я лично намекал Андрею, что ну а как, может, а если я не разбираюсь, не понимаю, он сам тоже приходил к такому логическому выводу. Они обязаны устранить эти недостатки, если они там есть в законе. И по-моему, если мне память не изменяет, написано, что они должны быть установлены, устранены в разумный срок, установлены договором. Далее опять договор, у вас, соответственно, должен быть этот срок. 60 дней у меня написано. Если да, какие-то недостатки есть, то мы должны сказать застройщику, он исправит их 60. Соответственно, в течение 6 дней, 60 дней с момента предъявления вам требования, они обязаны их устранить. А вот, собственно, поэтому мне и не нравится этот юрист. У меня вообще такое ощущение, что он не юрист, а документовед. Это надо еще постараться, чтобы давать платную консультацию человеку и в этой консультации просто цитировать договор и говорить, соглашайся. Тут так прописано. Уже миллион раз говорил и скажу еще раз. Вот этот вот договор закончил свое существование именно в тот день, когда был подписан акт приема передачи. Все услуги сделаны, товар передан, закончили взаимоотношения. Дальше действует только закон и гарантия. Единственным, что могло бы послужить оправданием юристу Андрею, вот в этом именно моменте, то, что он имел в виду вообще не принимать квартиру. Вот зафиксировали недостатки, квартиру мы не принимаем, акт приема передачи не подписываем и ждем два месяца, пока застройщик переделает все эти недостатки. Тогда обычный вопрос каждому зрителю. Вы, собственно, не квартиры. Пришли принимать свою квартиру, увидели множество недостатков, отказываетесь принимать, написали заявление на ремонт, ждете два месяца. Через два месяца приходите в квартиру, а там все то же самое, ничего не переделано. В итоге два месяца без квартиры и ничего по итогу не сделано. Вот такой сценарий любит Андрей. Или же нормальный здоровый сценарий. Вы приходите в квартиру, подписываете акт приема передачи, потом проводите анализ, все ли красиво, и если находите, отдаете какие-то претензии застройщику. Или же просите, чтобы он отремонтировал, или же просите компенсировать ремонт своими руками. Ну и как вы думаете, что будет выгоднее? Два месяца без своей квартиры или два месяца в своей квартире и попутно решать вопросы? Я понимаю, если бы это была какая-то нестандартная ситуация, нестандартные финансовые вопросы, но это зоб, обычный зоб, обычные требования. Если продавец не отвечает на законные требования покупателя в установленной законом сроке, тогда за каждый день просрочки капает 1% неустойки от суммы требований. А вот все та же седьмая статья федерального закона номер 214 ссылается на эту норму закона. Да-да-да, там оно есть. Не помню точно в каком размере, но что-то там тоже повозится с привязкой ставки ЦБ. И, соответственно, насколько просрочится, столько можете и взыскать. Более того, в случае, если они в срок установленный договором их не устранят, вы вправе поменять свое требование на иное. И требовать с них не устранения, не доставки, а, допустим, провести экспертизу и оценить, сколько будет стоить их устранить в денежной форме и потребовать с них денег. Многие клиенты так делают, а не просто взыскивают с них денег, а недостатки устраняют, допустим, самостоятельно. Или как бы это... Ну, мне вот этот вариант очень нравится. Вот я бы хотел по нему, потому что я тоже планирую там что-то. Ну, этот вариант возможен, но если в договоре прописано, что... Смотрите, если мне память не изменяет, в 214 ФЗ написано на этот счет, что вы предъявите такое требование, если в договоре не установлено иное. То есть, застройщик может ограничить это ваше право, требует сразу денег вместо ремонта. Но если он нарушит срок, а на устранение недостатков, установленных договором, вы в любом случае можете с него требовать деньги вместо ремонта, несмотря на то, что в договоре даже будет запрет на это. Я понял. Значит, если там в договоре... Ну, у меня есть вот как раз 60 дней. Значит, мне надо сначала им сказать, что вы типа исправляете. Пишите претензию, по моей практике, никто из них за 60 дней... Ну, не за 60 дней, за тот срок, который встал в договор, по моей практике, никто из них не успевает. Вот прям ни одного случая не помню, что мы успели. Ну, у нас тоже, они вот соседи принимали, они говорят, никто ничего не делает. А вот и логика Андрея. Конечно, с помощью моих подсказок, она все-таки вывела его на пути правды. Застройщик ничего не отремонтирует, даже за 60 дней. Тогда зачем ждать эти 60 дней? Может быть, пора поменять стратегию? Может быть, пора включить голову и применить юридическое образование? А-а-а, понял. Бабки, бабки, сука, бабки! Сука! Просто ему нужно побольше проблем клиента обслуживать, чтобы побольше денег взять с него. Сначала одну претензию написал, денюжки взял. Потом другую претензию написал, опять деньги взял. Сначала одну проверку качества провел, денюжки собрали. Потом еще одну проверку качества провели, опять денюжки собрали. Вот это, дорогие мои, самый настоящий подход барыги. И вот этот вот человек еще что-то предъявляет автосалонам. Ну, супер, окей. А еще такой вопрос, вот скажите. У меня там площадь. Площадь, ну, я так думаю, у меня тоже будет. Почему? Потому что сосед снизу, он уже принял, они сделали замер. Они звали этого приемщика специального, 4,5 тысячи рублей. Вот он им померил стены, все. И померил размер площади. У него получилось меньше, на 0,8 квадратных метров. Он тоже разговаривал с застройщиком. Мне сказали, ничего не вернут, потому что в договоре указано, что, типа, 5% разницы не уплачивается. Ни им, ни ему. Ну, если в договоре так указано, то так оно и есть. У меня тоже так указано. А ты, типа, не этот, никак нельзя там заставить их. Боишься? Да нет. Андрей, тут даже тебе мои подсказки не помогли. Но я все-таки дам тебе совет. Бесплатный. А, хотя платный, за те деньги, которые я тебе, собственно, и дал. Лишь бы люди от твоих рук поменьше страдали и поменьше теряли денег. Такие вот пункты в договоре – это нарушение прав потребителя. Статью 16 Закона о защите прав. Загляни. Нельзя платить деньги за несуществующие товары, метры или услуги. Записывай. Если прошло не более трех лет с момента подписания ДДУ, заодно с прочими требованиями о компенсации просрочки, о компенсации плохого ремонта, можно попросить также отменить этот пункт договора. Написать такие требования сначала застройщику, если отказывается, потом дальше в суд. Да, практика разная по таким вопросам, но заявить потребителю о том, что его права нарушены, и он имеет возможность и шанс восстановить их, ты обязательно должен, потому что тебе за это заплатили 5000 рублей. Так, и скажите, пожалуйста, по цене, потому что они мне, как девочки ваши, они мне сказали, но точно не могут сказать. Если вот вы всем займетесь, то сколько это будет стоить? Всем от что вы имеете в виду? Ну, помочь, претензии написать, помочь судиться в суд, чтобы мне уже деньги получить. Петензия стоит 10 тысяч рублей, судебный процесс, ну, такого рода, там порядка 75 тысяч. 75 тысяч рублей, а претензия 10. Опачки, а мне почему-то девочки другую цену говорили. Поменьше, конечно. Ну, собственно, как я и говорил, называли цену от балды. Они просто не могли понять, насколько я платежеспособен. Прогадали немножко. Надо было побольше брать, как Андрей. Мне сказали, что выезд, выезд, чтобы вы на объект приехали ко мне, будет 15 тысяч рублей стоить. А, на приемку, да? Да. Да, это так. Ага, а вот если вы приезжаете, то что вы делаете, ну, чтобы понимать, за что плачу? Ну, мы, соответственно, составляем правильно все вот эти документы, которые я обозначил, так, чтобы это все было правильно сделано, и можно было потом с этим работать в суде. То есть, я просто думаю, вот этого специалиста за 4,5 тысячи нанять. И он сказал, мы все мерим и тоже претензию делаем сразу автоматически, ну, с этими, с недостатками застройщика. Ну, может быть, они и сделают, я не знаю, там, я не берусь за квалификацию других, там, специалистов отвечать, вот, но, по моему опыту, ну, они не юристы, как они знают, как правильно делать документы. Они там делают что-то, что, как это называется, увидели, как делается, и повторяют. Ну, они смысл того, что они делают, не понимают, в чем разница между приемщиком и юристом. Я не понимаю смысл того, что он делает, он в любой момент, если что-то там пойдет в шаблон, он сделает по-другому, он знает, как сделать, а приемщик не знает. Там велика вероятность, что он неправильно все сделает и все, потом все похерится? Ну, я не знаю, велика она или нет, но она точно есть. Ну, тогда я тем более... Ну, вот это вот совсем капец, граждане. Люди добрые, если вы обращались вот к этому спецу, и он сказал, что нельзя ничего поделать, поищите себе другого специалиста. Я не намекаю на себя. Просто уделите этому внимание и поищите другого специалиста. Конечно, может быть, там действительно все трудно, вот в его какой-то там вымышленной истории. Но, на мой взгляд, не может быть такой ситуации, чтобы просто от приемщика квартиры все усугубилось настолько, что даже в суде потом невозможно истребовать причитаемого. Хорошо. А просто мне вот еще девочки сказали, что вы тоже, у вас там есть субподрядчики какие-то, я даже не знаю, как называется, агенты, вот. Они тоже берут 15 тысяч рублей. Да, смотрите, я это тоже объясню, это довольно частый вопрос возникает, но, смотрите, квалификация специалистов абсолютно разная. Те вот ребята, которые там за 4 тысячи, вы говорите, приезжают, а мои эксперты называют какие-то там мальчики с линейкой, вот. А, ну, я сталкивался с, допустим, то, что там лазерным уровнем мерить нужно, они там ходят с линейкой, реально меряются, которые там с огромной погрешностью. Вот. Ну, просто это специалисты низкой квалификации, не один нормальный эксперт, серьезный эксперт. То есть, вот мои там сайва, дверью приходят, допустим, ставят ее, включают, смотрят там, где, где дубы, где там конденсат, где еще что. А те специалисты, которые за 4 тысяч, но не один серьезный специалист, такие деньги, работают с него, просто это невыгодно там оборудование, с которым они ходят, там стоит, как машина хорошая. Я понял. А те люди, демпингуют, за счет того, что у них нет никакого оборудования, они все на глаз принимают, но там и качество соответствующее. Торец стены, чтобы вы понимали. Смотрите. Вот проказник взял и всех засрал, только потому, что у них дешевле, чем у него. Я принимал квартиры в разных городах и работал с абсолютно разными экспертами. Но возьмем мы только тех экспертов, которые были, собственно, в моих роликах. Экспресс Оценка, у них, кстати, есть свой YouTube канал, Госприемка, у них нет YouTube канала, и Андерсон, у них тоже есть YouTube канал. Все они помогают людям принимать новостройки, в том числе делают экспертизы для суда. Причем на приемке квартиры они используют то же самое оборудование, что и для экспертизы, и даже методы все те же самые, что и при проведении экспертизы. Цена за осмотр обычной московской квартиры, примерно 50 квадратных метров, составляет в среднем от 4 до 8 тысяч рублей. Вы сами можете зайти на сайты вот этих вот экспертов, которые я перечислил, и посмотреть. Также можете на другие сайты зайти и тоже посмотреть, сколько это все стоит. А чтобы еще детально обозреть этот вопрос, я отправил всем этим вышеперечисленным экспертам свою просьбу. Я так и сказал, «Ребята, скажите, какими инструментами вы пользуетесь в стандартных вариантах, и сколько стоит у вас осмотр квартиры?» Они все публичные люди и не дадут соврать. Но быстрее всех из этих экспертов отозвались специалисты из госприемки. Добрый день, меня зовут Эйдар, я являюсь основателем и руководителем компании «Госприемка». Мы занимаемся строительно-технической экспертизой, как досудебной, так и судебной. Также оказываем услуги по приемке недвижимости новостройка. Стоимость услуги приемка недвижимости новостройки составляет 139 рублей за квадратный метр. В эту стоимость входит первое – это отправка уведомления на юридический адрес застройщика, второе – на объекте экспертом составляется акт комиссионного осмотра, в котором прописывается перечень недостатков. Также оформляется претензия в адрес застройщика с требованием об устранении недостатков в 10-дневный срок. Если не потребуется составление претензии, то, соответственно, стоимость услуг будет от первоначального минус 2000 рублей. При обследовании помещения мы применяем следующий набор инструментов. Сразу оговорюсь, это минимальный набор, разумеется, в офисе мы все инструменты не держим. Тут также не присутствует, например, двухметровая рейка. Это у нас угломер, это у нас анимолитер, в частности, это проверка вентиляционной системы. Следующий инструмент – это угломер, позволяет определить уровень классикового влажности помещения и встроен материал, соответственно. Дальномер лазерный помогает определить несколько параметров. Это линейный размер помещения, это высоту, соответственно, и площадь. Следующий инструмент – это у нас университет, он необходим для определения уровня напряжения в электрической сети. Крайний инструмент – это у нас построитель плоскостей. Ну а еще многие другие компании, которые давно уже присутствуют на этом рынке, занимаются этими делами профессионально, у всех у них есть профессиональный юрист в штате. Они уже давным-давно поняли, что нужно людям. Кто-то делает за 2000, кто-то бесплатно, но делают претензию об устранении недостатков и направляют ее застройщикам. Вот по поводу вот сейчас вот этой вот консультации. Вы будете какую-нибудь, может быть, бумажку мне составлять, рекомендации или еще что-нибудь? Или просто вот так на словах все? Ну вообще, как бы это узнаем на консультации. Если вы там зададите какой-то список вопросов, мы, в принципе, можем на них, вообще обычно на нашу консультацию можно. А если я просто ДДУ скину, вы можете там мне написать, типа, где мои права нарушены и так далее? Ну, в рамках вот консультации. Я просто, чтобы тоже со... Просто другая услуга, это уже анализ договора в рамки консультации нашей не входит. В моем прошлом ролике я записывался на эту самую консультацию и вот, что мне сказала его помощница. Нет, саму претензию пишется, наверное, за другие деньги, а вам по вашей ситуации посмотрит ДДУ, расскажет, ответит на все вопросы, вот это да. Ну, а теперь Андрей не хочет смотреть ДДУ и говорит, что это все за отдельные деньги. Ну, если конкретно вот на этот вопрос один, я, конечно, гляну проблем. Вот касательно, можете ли вы сразу дегаем под 9 лет? Ну, я просто к тому, что мы там спорим, вот, и, допустим, я скажу, вот я с юристом проконсультировался, у меня вот есть бумажка от юриста, вот так и так и так, так и так надо делать, а вот... Если вы мне вот конкретно один этот вопрос зададите, и я на него отвечу, проблем нет. Ну, если там нужно анализировать ваш договор целиком, это другая услуга. А, ну я, в принципе, это и хотел... А сколько она стоит, если анализировать договор? Ну, а это зависит от объема, мне нужно посмотреть ваше... Ну, большой он, 17 страниц. Я думаю, что это будет довольно дорого. Вот, просто это очень затратная именно по времени услуга, на это тратится очень много времени. А вот такое, мог сказать, только самый мощный, самый топовый блогер-юрист. Если у юриста есть опыт в этом вопросе, то это займет совсем немного времени, потому что он точно знает, что и где искать. Большой ДДУ или маленький, неважно, примерно 10 минут этого будет достаточно. Данные, да, вот услуги, которые мы вот сейчас с вами делаем, да, вот вы мне оказываете. Если я недоволен качеством оказыванных услуг, как будем вопрос решать? Ну, вы сначала скажите, чем вы мне недоволен? Ну, я просто исходил бы из того, что мне обещали, ну, как, собственно, у вас в ролике, да, то есть написано, что вы мне обещали. Исходя из этого, я бы уже подумал. Я просто не знаю, что вы мне обещали. Мне сказали, просто на словах вам что-то объяснят. А я вот и думаю, а если я недоволен, как мне объяснить, что не тот результат получил, если бумажек никаких нет. Также консультация устная, соответственные претензии можете устную высказать. Ага. Если вам что-то понравилось. Я понял, я понял. Андрей, ты не понимаешь, о чем я? Потому что ты сам нарушил 10-ю и 12-ю статью Закона о защите прав потребителя. Ты мне должен был дать подробную информацию о вот этой вот услуге за 5000 рублей. И если бы ты дал мне вот всю подробную информацию про эту услугу, то я бы даже и не спрашивал. Я бы точно знал, по каким критериям можно отнести ее к качественной или к некачественной услуге. Ты, Андрей, прям как деревенский бизнесмен. Услышал где-то, что люди берут деньги за консультацию и тоже решил брать. А суть этой консультации, сути договоренных отношений так и не понял. Что, Андрей, непривычно быть со стороны барыги, да? А рынок потребителя, он, к сожалению, такой. Как и машины бывают некачественные, так и услуги всяких барыг тоже бывают некачественные. Я просто думал, все красиво надо делать, ну как, как в принципе в роликах. Я вообще, честно говоря, не понимаю, о чем вы. Они знаете, как сделали? Они у нас сделали, они просрочили и прислали письма всем с уведомлением о том, что сроки переносятся. И теперь говорят, что ничего вы не получите. Ну это правда? Полный устойкий. Я так думаю, ну не правда, бред. Сторонние письма, они работают только, если другая сторона одобрила эти действия. Я понял. Я понял. Ну мы так и думали, в принципе. А вот тут опять неправда. Зарегистрированные и подписанные договоры должны изменяться точно так же, как они были созданы. А именно посредством регистрации и подписи сторон. Сейчас не буду еще раз рассказывать, как это все происходит. Если кому-то интересно, можете проходить вот сюда. Там мы Антона 3000 учим разбираться вот в этих вопросах. Я считаю, что Андрей Подшивалов это яркий, уникальный и современный образ настоящего барыги. Знаете, как говорят, мягко стелят, да жестко спать. И на самом деле в том, что Андрей Подшивалов является барыгой, виноваты его потребители, его фанаты, его зрители и тот, кто пользуется его услугами. Многие из них безо всяких размышлений, без всякой аналитики просто поверили ему, отдались полностью идее тому, что он супер классный юрист и лучше всех разбирается в этих вопросах, относят ему все свои деньги, все свое внимание и терпят. Терпят хамство от его работников, терпят дурацкую неотлаженную работу, терпят все эти поборы финансовые, также терпят обман и постоянное кидалово. Дорогой зритель, как только вы перестанете относиться к таким людям, как к уникальным, как гением, а будете относиться к ним по-обычному, как к простым людям, ну, словно это простой продавец, тогда все, абсолютно все будет меняться в этом рынке. Ему придется перестраиваться и ему придется отвечать за свои действия. Ну, а пока он даже и не думает меняться, он до сих пор юзает Елену, ой, не Елену, Злату, ну, как пылесос, чтобы она высасывала деньги у богатых клиентов. Ну, а теперь самое главное. На основании Златы и Влады, на основании организации рабочего процесса в компании Ярдрей, на основании непонятной услуги под названием консультация за 5000 рублей, я назначаю Андрея Подшвалова барыгой. Как видите, обзор работы Андрея Подшвалова никоим образом не обелил работу компании Ярдрей. Поэтому решение первой инстанции остается в силе. Компания Ярдрей и Андрей Подшвалов отправляются в черный список. А вам, дорогой зритель, выражаю огромную благодарность за терпение, за внимание, за комментарии, которые вы оставляете под роликом, за репосты, за рекомендации родным и близким, за все это пусть не зайдет на вас благословение с небес. Да приумножится богатство в вашей семье и таланты разума вашего да не сократятся. Вечер в хату, часик в радость, чиферок в сладость. Простите, простите меня, мои дорогие, совсем забыл. Нашему потребительско-юридическому сообществу обязательно нужно решить всем вместе в комментариях заслуженно ли вот этот Андрей Подшивалов взял 5000 рублей, ответил ли он на все мои вопросы по существу и корректно. Дал ли он мне полезные советы? Определил ли он все мои нарушенные права исходя из того, что я ему говорил? Обязательно, обязательно напишите пожалуйста в комментариях. Именно от ваших комментариев зависит, будем ли мы продолжать с этим Андреем дальнейший спор о возврате этих 5000 рублей. Поэтому не ленитесь и обязательно напишите, достоин ли Андрей вот этих 5000 рублей или я должен забрать эти 5000 рублей, потому что он отработал паршиво.